И о нем я хочу поделиться с вами почти восьмилетним опытом практики мужских и женских инициаций, основанных на архетипах. Кроме того, мы проделаем такую практику, благодаря которой вы познакомитесь с ними ближе, как они себя чувствуют в вашем внутреннем мире. Вы узнаете, что... Спасибо. Доброе утро всем. Я представляю тренинг «Там посмотрим» и мой мастер-класс «Переплетение отношений». Вы знаете, что мы не живем в вакууме, вокруг нас очень много людей. И какие отношения, какие связи между нами? Почему именно это окружение, эти люди нас окружают? Мы с вами будем это исследовать на мастер-классе «Переплетение отношений» через высказанность и невысказанность. Или же, иными словами, то, что мы высказываем, то, что мы говорим, и то, что мы транслируем, и то, что мы молчиваем, то, что мы скрываем внутри себя. Приходите, будет интересно. Дякую. Это Анна Исаева. Далее – Эдик Шибальский. Очень приятно, что вы не боитесь выражать свои эмоции. Обычно у нас не так. Я боюсь выразить себя, выразить свою эмоцию, боюсь почувствовать, боюсь сказать. Или, может быть, я уже не боюсь. Я приглашаю вас сегодня на лабораторию, которая называется «Я не боюсь». Я не боюсь поменять формат. Я не боюсь сейчас предложить вам не то, что написано в программе. Я не боюсь. Лаборатория «Мистерия». Мы исследуем мистерическим способом, как работать со страхом. И, если страх есть, обнаружим, как сделать его сотрудником. Как сделать так, чтобы страх помогал мне жить, помогал чувствовать, любить и приезжать на такие фестивали. Спасибо. Далее Игорь Арсенев. Будет трошечки... Чи уже готов? Трошечки позже оголошение. А теперь Роман Коваль. Доброе утро всем. С днём Киева, с хорошей погодой. Мне, коллеги, доверили представить на этом фестивале, спасибо за подручение, школу поразумения, украинского центра поразумения. Ну и в любой аудитории есть как минимум три группы людей. Одни считают, что в их жизни конфликтов нет. Если в этой аудитории есть такие, попросите соседа, пусть проверят, есть ли у вас пуль. Кто-то бросается в атаку, чтобы защитить себя и так далее. Это, как правило, большая часть присутствующих. Достижение какого-то нового качества для достижения успеха. Школа поразумения — это про разрешение конфликта в своей личной жизни, в организации. Это школа и мастерство разрешения любых ситуаций и проблемных, конфликтных ситуаций, являющими успехом разрешение конфликта в ведении переговоров, стратегии и тактика. Сегодня вы уже успели пообщаться с кем-то из людей. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто-нибудь из тем, с кем вы пообщались, успел каким-то образом покривить душой, соврать или что-то сфальсифицировать? Да? Один раз? Два? Десять? Смело умножайте это на десять, и вы получите лишь приблизительное представление о том, что происходит в коммуникации. Хотелось бы вам понимать, именно этому сегодня посвящен мой мастер-класс по определению человеческих эмоций и лжи. Я представлю вам классическую методику Пола Экмана, которого уже около 20 лет, и которая стала сейчас популярна в связи с сериалом «Теория лжи». Если вы хотите сделать первый шаг по пониманию того, что находится в невербальных сигналах человека, сделать первый шаг по пути, как можно видеть человека насквозь, немного по лжи, добро пожаловать на мой мастер-класс. Это было представление самого необычного гостя нашего фестиваля. Я с удовольствием передаю микрофон его хозяйке Ане Бурага. Она в списке, просто трех и далее. Дивите номер 18. Конь уже выступил, теперь хозяйка. Спасибо большое. Добрый день всем. Вообще, честно говоря, для коня это большой стресс, так что вы извините, если как бы он тут вот встал и сделал свои дела. И вообще он молодец у нас, он все это выдерживает. Это самое главное. Я представляю ипотерапевтический центр «Спирит» и приглашаю на свой мастер-класс, где можно будет познакомиться с тем, что такое ипотерапия. Ипотерапия – это лечение с помощью лошадей, также это психокоррекция с помощью этого замечательного существа. И можно будет познакомиться с этим методом и с тем, как это на практике работает. Приходите, будем ждать вас. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу сказать, что Ростовский институт инициации мужчины и женщины осенью начинает в Киеве обучение специалистов по инициациям мужской и женской зрелости на базе психологического центра «Доктор Сказка». И начинается программа обучения специалистов с так называемой «отцовской программы». Что это такое? Вот сегодня на мастер-классе мы попытаемся ответить на эти вопросы. Что такое духовная ответственность отца при зачатии ребенка? Каковы ей на подвиги искать себе служимого, счастливого жилого, своему мужу? А то участвуют в исследовании этих вопросов. Передаемость трех назад. Арсений Евгур, номер 7. Игорь Арсений. Доброе утро. Уже проснулись? Кто-нибудь, пожалуйста, кто может сейчас свободно пофантазировать? На любую тему. Я подвожусь микрофоном. Кто готов? Ответственность за ваши фантазии беру на себя. На любую тему. Хорошо? Иду к вам. Хорошо. Я открываю двери, навіть якщо воно закрытий. Это все, что она оточила. Особливо воно також. Мы будем говорить о том, что это фантазия, как с ней работать, помогать другим, находять ресурсы, как... Далее Маргарита Матвиенко. Доброе утро, Альфа Фест. Я рада вас приветствовать на этом прекрасном фестивале, который настолько заряжает положительной энергией, который настолько такого внутреннего прекрасного состояния, в котором просто растворяешься, кайфуешь, получаешь безумное удовольствие. Таким образом, мы будем готовы и выразить свои чувства. Очень быстрее. Это было вам очень рад, чтобы вам обидеть. Виктория Седых и наш неперевершенный додучий Павло Макбанц. В роли тренера. Доброе утро. Наш с Викой мастер-класс называется «Творческие методы в тренинге». Второе его название. «Раскрасывай тренинг». Так, название очень нравится Вике. Многие тренеры используют в своих тренингах работу с телом, арт-методы, метафоры, ну, в общем, всякую хрень. А есть тренера, которые этого никогда не делают, считая, что это, в общем, напрасная трата драгоценного тренингового времени. Так вот, мы обращаемся к первой категории. Для тех, кто любит покреативить, любит раскрасить тренинг, любит сделать тренинги интересным. Мы приглашаем тех, кто уже занимается проведением тренингов, тех, кто только собирается это делать, и вообще людей творчества. И поработаем с тем, как создать тренинговые упражнения и тренинг вообще из чего угодно. И поговорим немножко о фотокроссинге. Приходите. Спасибо. Виктория Седых и Паплакор Байнуков. Далее, Катерина Долунинская. Катерина Долунинская. Катерина Долунинская. «Адварь по правой,還是 numbers, которые мы видели уже в других городах. А другие говорят, а вы будете делать и почему женщина к Богу ближе?. Наверное черезår в других городах видели. Я не знаю что делать. Много спрашивают. Поэтому я решила объединить. Я не знаю, но точно про правое и про левое. То как оно помогает в работе психотерапевта. Я являюсь позитивным психотерапевтом. То как у нас в жизни, в бизнесе. У нас работа, связанная с левым полушарием. Отходит в бедные страны. ее компьютеризируют, ее дают технику, а все творчество, которое нужно делать в бизнесе, мы делаем через правое полушарие, и только этим сейчас люди занимаются, и стоит это больших денег. Если вы хотите работать психологом, планируете консультировать, кучировать, психотерапевтировать, вам тоже нужно правое полушарие, и вы про это узнаете. И в то же время мы будем говорить о том, почему есть такое выражение, чего хочет женщина, того хочет Бог. Почему не по-другому, почему не по-другому? Мы будем про все про это в таком виде, как Павлович. Это добро пожаловать. Дякую. Стресс. Слово вроде привычное. Дословный перевод с латинского «затягивать удары» уже не так активистично. В общем-то, стрессы неизбежны. И они будут в любом случае, особенно учитывая социальные изменения и информации в сегодняшней жизни. Борьба со стрессом в таком случае является борьбой с ежедневной жизнью, с ежедневными условиями. Задача, когда сотрудничать, как сделать стресс сотрудникам. На мастер-классе речь пойдет о том, как реагировать на стресс, как предотвратить последствия посттравматического устройства, как помочь своим детям заметить напряжение, как помочь своим детям, если они уже попали в сложную ситуацию, как заметить свою ситуацию и не пройти мимо, и не усугубить ее. Признаки скорой, в общем, какую скорую помощь мы можем оказать клиентам, близким и себе, и на перспективу для профилактики, что мы можем себе укрепить. Также мастер-класс будет интересен родителям и подоходам, потому что здесь на двух уровнях, как на перезаде, будет вам перефоленция. Приходите, кому это интересно. Дякую, это Тетяна Назаренко. Далее Валентина Борьевская. Доброго дня всем. Сегодня я хотела бы с вами поделиться, мастер-класс называется «Стиль лидерства и компетенции менеджмента». И я хотела бы поделиться, чому саме эта технология подоявится на мне. Как сказал Марк Сверд, через 20 лет будет больше, мабуть, вы будете жалкувать про то, что вы не сделали, а не про то, что вы сделали. И поэтому коучинг расширяет зону вашего особистого развития, и коучинг допомагает не звернуть, а добить. Поэтому для всех, кто вот это читает, я запрошу вас вместе. Дякую. На Горьевском. Далее Иван Хорьков. Доброго дня всем. Там я думаю, сегодня я думаю, про демонстрирую мастер-класса называется «Психологичная реверсия». Это, если так сказать, специфичная вещь, яка допоможет, яку я буду дать відповідь на основные жертвы запитания. Загадят. Здравствуйте. Меня зовут Олеся Самышкина, я сегодня показываю мастер-класс, который называется «Мантия состоятельности». Это авторская методика, с которой я работаю уже больше двух лет. Поэтому приглашаю тех, Аня Бурага с моим конем уже выступили. Далее Александр Кочарян. Далее Александр Кочарян. Вопрос в том, что мы снижаем национальное состояние, что чаще случается. Продолжение следует. И это будет работа с теми проблемами, которые формируются в первые два года жизни ребенка, когда ребенок пришел на ней отговорить. И поэтому проблемы в этом ребенке не реализуются. И поэтому язык тела является наиболее адекватным для работы с этим темой. И работа не по осознанию своих фрустраций, а по восполнению ресурсов. Узнашаю всех, кому интересно. Я до оголошения аудитории. Мягком внутреннем рассостоянии. Надеюсь, вам понравилось вчера фаер-шоу, которое тут состоялось. Было, наверное, интересно, правда? Я представляю киевскую этно-эзотерическую группу рокера. И, как обычно, приглашаю вас к себе на мой мастер-класс «Пои как инструмент динамической медитации». Проводим на дебалансировке правого и левого полушария мозга с целью повышения креативности сознания. Такое словное название. Мастер-класс очень простой. Может быть, не очень. Тут я немножко покрыл. Но в целом будет очень приятно. Проснетесь, кровь разгоните. Будет очень весело. Кстати, тем, кто приходил ко мне уже на предыдущий мастер-класс, тоже жду с удовольствием. Просто хочу вас заранее предупредить, что инструмент у меня уже немножко подрасхватали, как горячие пирожки. Так что, все, кто придет второй раз, я тоже рад видеть. Но если придет чайник, уберяю вас. У него право, так сказать, приоритетное, поэтому инструмент буду отбирать безжалостно. Кто хочет прийти, пожалуйста, приходите на мастер-класс сначала. Очень много текста. Я просто не тяжело заново пересказывать каждому человеку все за мной. Так что, пожалуйста, сейчас группа будет чуть поменьше, я побольше уделю личного внимания. Приходите, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...